МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путь к мечте. Грэпплер Гайрбек Ибрагимов завоевал золотую медаль чемпионата Европы ADCC, который проходил в Хорватии. О том, как спортсмен из столичного клуба идет к главной цели в своей карьере, расскажем в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шесть человек погибли, еще 40 получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортных происшествий, в Дагестане сообщает ГИБДД республики. Это неутешительная статистика лишь за минувшую неделю. Всего на дорогах республики с 4 по 10 марта зафиксировано 26 ДТП, и одно из них произошло с участием сотрудника ОМВД по Сергакалинскому району. Полицейский сел пьяным за руль автомобиля без госномеров. Съехал на обочину по дороге Манас-Сергакала-Первомайская и столкнулся с припаркованной Ладой Приорой. Скончалась женщина, которая на момент ДТП находилась в Приоре, и еще два человека попали в больницу. В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело. Он арестован. Правительство России выделит Дагестану 7 миллионов рублей для помощи беженцам из сектора газа. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Согласно документу, средства покроют размещение в республике около 150 эвакуированных граждан на полгода. Помимо Дагестана, финансовую поддержку окажут Ингушетии, Карачаева-Черкесии, Калужской, Липецкой, Московской, Тверской и Челябинской областям. Дагестанский мед будут экспортировать в арабские страны. Первые 20 тонн отправят в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию осенью. Об этом сообщил руководитель Ассоциации пчеловодов республики Надир Ахмедов. Контракты на поставку уже заключены. Качество дагестанского товара привлекло и предпринимателей стран Ближнего Востока. Эксперты отмечают, что наш регион отличается богатой медоносной базой и чистой экологией. Однако в Дагестане нет сертифицированного цеха по переработке и разливу меда для экспорта. В этом деле требуется господдержка. Пчеловоды вынуждены вывозить товар в другие регионы, где есть подобные цеха. Несколько цехов в России таких, которые в соответствии с мировым стандартам могут мед переработать и фасовать, отправить за границу, оформляя документы. Ну, невыгодно становится собрать мед, транспортные расходы, например, в Нижний Новгород или Новосибирске, в таких цехах, оттуда возить, потом оттуда сюда привозить, потом уже в контейнер гасовать. Это обходится почти в два раза, увеличивается цена этого меда. Мы каждый год обращаемся, поддержите нас, дайте нам небольшую сумму, давайте мы построим свой цех, но так остается неуслышанным наши пожелания. Забота о дагестанцах и единство мусульман. Об этом мы и многом другом говорили на очередной встрече в Муфтие Дагестана с делегацией из Ахпахского района. Представители власти, общественники и религиозные деятели обсуждали вопросы улучшения нравственного состояния местного населения. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Работать для объединения людей – такой был главный посыл на встречу Муфтия Дагестана с представителями из Ахпахского района. В начале собрания религиозные деятели рассказали о просветительской и благотворительной работе, проводимой на местах. Мы работаем в основном в школах, в садиках, в спортзалах, в других государственных учреждениях. И основное внимание, которое мы уделяем – это духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Также проводим работу с молодежью нашего района. И в учреждениях тоже, конечно, там много вопросов бывает у наших сельчан, тех, которые проживают в районе, связанном с нашей религией. Как мы знаем, вот женщины, они же не попадают на Рузман, в пятничные молитвы и так далее, не слышат проповеди. Поэтому стараемся среди них проводить работу. В ходе встречи выступили депутаты, аксакалы и общественники, которые переживают и помогают в деле духовно-нравственного воспитания общества. Особенно остро стоит вопрос работы с молодежью. Увеличивается влияние интернета и в связи с этим увеличивается необходимость просто уберечь их. Потому что ребята, молодежь, подростки получают ту информацию, негативную информацию, которую на сегодняшний день, на наше время мы в таком возрасте не получаем. Они в негативном плане больше информации получают. Поэтому должна быть какая-то защита, которую должна отель оберегать. Особо радует последнее время то, что дети подрастающие поколения уже в последнее время начали массовым образом ходить на утренние намазы. Эта программа, я так считаю, это программа такая, которая разработана Муфтиятом и внедряется уже с большим воодушевлением и родителей, и общественности. Вот это как раз таки воспитание подрастающего поколения. И это говорит о нашем хорошем, прекрасном будущем. Муфтия республики в своем выступлении затронул ряд актуальных вопросов не только для Ахвахского района, но и для всех дагестанцев. В первую очередь шейх обратил внимание на важность объединения людей. Всевышний Аллах говорит в Коране, мы сделали одних из вас испытанием для других. Богача Всевышний может испытать бедняком, а бедняка – богачом. Здоровый человек может быть испытан больным, а больной человек – здоровым. Он подвергает каждого человека испытаниям, чтобы посмотреть, как тот себя будет вести. К примеру, чиновник сегодня может пренебрежительно отнестись к простому человеку, но ведь завтра ситуация может поменяться. Поэтому не держите обиды и не отталкивайте друг друга. Говоря о благотворительности, Муфти подчеркнул, что ценнее помогать нуждающимся приобрести профессию или давать инструменты для заработка, чем просто помогать финансами. Шех также отметил пользу сотрудников газеты «Ассалам», которые при доставке издания узнают о нуждах и проблемах подписчиков и при возможности помогают им их решить. Благодаря газете «Ассалам» хорошо работает обратная связь с населением. Об этом сообщил сотрудник издания. При вручении очередного номера газеты распространители спрашивают о проблемах и нуждах подписчика. Если он окажется бедным, его направляют в фонд «Инсан». Если у него возник шариатский вопрос, то направляют к имаму и так далее. «Ассалам» является хорошим помощником в налаживании обратной связи с населением. Говоря о митингах, Духон и лидер заявил, что в них нет пользы. Смуты и беды, если заглянуть в историю, начинались именно от подобных акций, в том числе и в Сирии. Митинги не дают никакого результата. Когда на пророка Мухаммада «Мир ему и благословение» во Франции создали карикатуру, практически во всех городах и странах начались митинги. Что же сделали мы? Мы начали еще усерднее рассказывать людям о жизни и добром нраве пророка Мухаммада «Мир ему и благословение», организовывая масштабные конкурсы и мероприятия. А что дают митинги? Покричат один день, выразят свое возмущение, журналисты напишут, что в Дагестане был митинг, и какую даст это пользу? Мне кажется, создатели карикатуры просчитались. Мы вот уже на протяжении 10-15 лет проводим масштабные республиканские конкурсы на знание жизни и описание пророка «Мир ему и благословение». И это дает положительный результат. В завершении муфти повторю слова, которые неоднократно говорю на разных собраниях. Не мешать делу продвижения ислама – тоже большая польза. Хамз Нурмагомедов, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. «Золотые правила нравственности» – конкурс под таким названием прошел в сети детских садов «Панда». Три этапа конкурса включали в себя задания на знание основы ислама, книги благонравия праведников и этики мусульманина. Выбирали победителей среди воспитателей не только по уровню знания, но и по личностным качествам и педагогическим талантам. В конкурсе участвовали 50 сотрудников сети «Панда». Победители получили путевки на малый и большой хадж. Поездки на священные земли предоставили компании «Марватуры» и школа благонравия имени Айшат Ахматиловой. Среди почетных гостей были советник муфти республики Айна Гамзатова и заместитель муфти Абдулла Салимов. В этом благонравии на самом деле спасение для всех нас, для Дагестана, для всего человечества. Поэтому это очень важно, что вы выполняете сегодня миссию вот этих родителей, которые обязаны закладывать основу, закладывать этот благонрав. Но, к сожалению, многим некогда, у них работа. Они, возвращаясь с работы домой, тоже сидят в этих телефонах, тоже занимаются еще продолжением этой работы или еще какого-то своего досуга, может быть. А дети предоставлены сами себе. И вот они, вырастая, немножко пугают, что из них будет в будущем, какое будущее они нам готовят. Поэтому здесь, сегодня, сейчас у меня появилась очень большая надежда, что у нас будет светлое, хорошее поколение, за которое нам не будет стыдно. Путь к мечте. Гриблер Гайрбек Ибрагимов завоевал золотую медаль чемпионата Европы ADCC. Турнир в самой престижной версии этого вида спорта проходил в Хорватии. На первое и единственное место в отборе на чемпионат мира в США претендовали 93 атлета. О том, как спортсмен из столичного клуба Universal Fighters идет к главной цели в своей карьере, расскажет Курбан Рагимов. И хотя бы вот здесь поймать, здесь понимать его не нужно. Его нужно вносить. Небольшие спортивные хитрости, коронные приемы и тактические уловки. Так, ежедневно Гайрбек Ибрагимов делится мастерством со своими воспитанниками. Грэпплинг вот уже как 8 лет плотно вошел в его жизнь. Будни расписаны по часам, где большая часть дня отдано любимому занятию. Цель – помочь нашей школе борьбы в партере выйти на новый уровень. Скажем так, это определенная работа, жизнь моя. Я в той сфере, где я хочу. Тая работа, которая мне нравится, от которой я получаю удовольствие. И я рад приносить пользу, я вовлечен в этот процесс. Я понимаю, что я могу передать такие же знания, которые я получаю. И эти ребята, которые условно вчера, позавчера были маленькими подростками, уже борются со мной хорошо и рубятся. Пять официальных чемпионатов мира, еще два по джиу-джитсу. Гайрбек Ибрагимов, казалось, уже выиграл все, но решился на новый вызов. В феврале представитель клуба Universal Fighters прошел отбор на мундиаль в самой престижной и конкурентной версии грэплинга ADCC. На турнире в Загребе название сильнейшего грэпплера Старого Света в весе до 66 килограммов претендовали 93 атлета. В общей сложности Ибрагимову пришлось провести на ковре около часа. Это дает, скажем так, путевку на чемпионат мира, который будет проходить в Америке. И это, скажем, будут собраны, так сказать, элитные атлеты нашего веса, 16 человек со всего мира. Это эталон нашего вида спорта, это самые такие, скажем так, олимпиады нашего вида спорта. Честно сказать, я горд тем, что попал туда, но, знаете, как ты сказал, цель доказать им, что дагестанская школа грэпплинга и джиу-джитсу тоже так же на высоком уровне, как и, скажем, те же бои, которые наши ребята доказывают, что в Америке мы тоже на ведущих ролях. И в том числе и грэпплинг, да, в Америку попасть сложно, но, тем не менее, я думаю, наша школа грэпплинга и джиу-джитсу практически наравне американской и бразильской. Российские грэпплеры уже 25-летние побеждали на чемпионатах мира ADCC. В 99-м первым и единственным, кому удалось покорить эту вершину, был дагестанец Каримла Баркалаев. Повторить успех земляка и добиться поставленной цели будет крайне нелегко, а позиция выросла в разы, говорят тренеры Гайрбека. Но с трудолюбием и упорством спортсмена возможно все. Вот жил в зале, можно сказать про него, потому что он бывало и утром мог пойти в зал, там же остаться, там обеденная смена у него была дневная, которую он тренировал, потом еще вечером потренировать, то есть и вот так целый день проходил в зале. И вот так вот, да, сантиметром за сантиметром он, так скажем, шел к своей цели и добивался успеха. Это наша сейчас, я думаю, основная задача его и всего нашего клуба, у нас как тренеров подготовить его, и мы верим, что он может нам показать лучший результат, много специфической подготовки к данным правилам, и я думаю, ну, я в любом случае уверен, он себя проявит с лучшей стороны. Конкурировать с мировыми звездами Гайрбеку Ибрагимову предстоит в августе в Лас-Вегасе. В ближайшие месяцы он будет решать вопрос с визой, а также намерен пройти несколько подготовительных сборов, в том числе в горах Дагестана. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале, а у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова